Сотни харьковчан скандируют Харьков-Зможи, Харьков-Параможи. На площади свободы ожидают старт проекта «Битва городов». Представители Киева, Львова, Днепра, Одессы, Херсона и Харькова во время всеукраинского телемоста в течение пяти минут должны доказать экспертам, что именно их город достоин принимать песенный конкурс Евровидения 2017. Так как я харьковчанка, конечно же, я не смогла сидеть дома. И я вместе со всеми людьми, мы поддерживаем Харьков. Мы верим в то, что мы выиграем «Битву городов» за Евровидение 2017. И именно мы будем принимать нашим родным гостеприимным прекрасным городом Харькове это мероприятие. Широкие возможности аэропорта, обновленная гостиничная и качественная транспортная инфраструктура, отмеченная у ЕФА после проведения чемпионата Евро-2012, по мнению городских властей, Харьков еще четыре года назад доказал, что полностью готов к проведению больших форумов. Самое главное, что у нас есть стадион «Металист», конструктивная особенность которого позволяет в течение 5-6 месяцев сделать полное накрытие для того, чтобы обеспечить вот это крытое пространство. У нас есть полная концепция безопасности, которая в том числе зарекомендовалась во время Евро-2012. Не было ни одного инцидента, и наши правоохранители работают сейчас действительно на очень высоком уровне. В поддержку города на Площади Свободы организовали праздничный концерт. С программами выступили уже известные исполнители-харьковчане, группу «Танок» на Майдане «Конго» и финалисты национального отбора Евровидения 2016 «Фурпур», рэп-исполнитель «Леон» и другие артисты. Безусловно, мощности у нас есть, и красота города, и дружелюбие, и много интересных мест, и инфраструктура тоже позволяет. Если бы мы захотели, то мы бы, конечно же, смогли. То есть как вот Евро-2012 провели, было, по-моему, замечательно. И это будет комплимент Харькову, потому что любой город, который выиграет Евровидение, он получит шанс измениться к лучшему, дополнительный такой внешний шанс. Харьков нуждается в таком внешнем вращении, потому что в последнее время город немножко замкнулся в себе, и экономика в том числе. Презентацию Харькова как города претендента в столице провел вице-мэр Игорь Дерихов. Помимо традиционного видеосопровождения, харьковчане единственные, кто подготовил, как часть представления, массовый танец. Одновременно с флешмобом свою поддержку городу в прямом эфире высказали представители областных властей. На сегодня мы есть наибольшей деятельностью и правительственной областью. И можно сказать, что Харьковщина и проведение Евробачения в Харьковщине может быть государственной позицией и политическим и социальным кроком, который покажет отношение схода Украины до европейских ценностей и европейских идей. По окончании телемоста заявки претендентов еще раз рассмотрят на заседании Кабмина. Оргкомитет конкурса выберет двух финалистов. В этих городах проведут инспекцию и 1 августа объявят победителя. Оксана Зинковская, Елена Захаренкова и Павел Велицкий. Медиагруппа «Объектив».